Тарифы снова пересмотрены. С 1 июля 2013 года цены за коммунальные услуги увеличатся. К чему готовятся и сколько откладывать на оплату квитанций на пресс-конференции в Интерфаксе, рассказал начальник региональной службы по тарифам Владимир Пасечник. Он уверил, что в этом году Ивановцу ждет одно увеличение цен, и оно вполне щадящее. Общий платеж за коммунальные услуги, рост платежа, не должен превышать 6%. И мы исходили из возможностей нашего областного бюджета выделения субсидий, насколько это было возможно. Поэтому мы уложились практически в те предельные, которые нам были четко обозначены в Федеральной службе по тарифам. Увеличение в 10-12% приемлемо, считают в РСТ. Одноставочный тариф на электроэнергию повысится с 2,82 рубля за киловатт в час до 3,20 рубля. Это 12-15% по региону. С 1 июля рост тарифов был ограничен уровнем 11% на тепловую энергию и 10% на горячую воду. На такой же показатель подскочит цена на холодную воду. Никаких потрясений от смены гарантирующих поставщиков ресурса, речь об электричестве, в ближайшее время не намечается. Но и привыкать к квитанциям МРСК Центра и Поволжья пока не стоит. Мы надеемся еще на то, что в ближайшее время Совет рынка озвучит начало торгов по определению оппонентов, которые будут участвовать в конкурсных процедурах. Я надеюсь, что в ближайшее время, может быть, мы услышим и увидим, что появится новый оппонент на этом рынке. Но МРСК на сегодняшний день функционал выполняет по сбытовой деятельности, я бы сказал, не на высоте. Низкая тарифная ставка не устраивает ресурсоснабжающей организации. Высокое население. Сотрудники РСТ призывают ивановцев быть внимательнее, тщательно следить за цифрами в платежках и не переплачивать. За тепло средства потребителей взимает ресурсоснабжающая организация. И она взимает только по тем тарифам, которые утвердили мы. Если ресурсоснабжающая организация взимает по другим тарифам, мы, как контролирующие органы, имеем право применить штрафные санкции к данной организации. В этом году, уверяют сотрудники региональной службы по тарифам, можно не опасаться повышения стоимости проезда в общественном транспорте и скачка цены на жизненно важные необходимые лекарственные средства.